Обзор Дорамы «Горькая кровь» Бывало у вас такое, чтобы желание пересмотреть возникло сразу же после окончания просмотра Дорамы, в первые же секунды? Дорама «Горькая кровь» – одна из немногих, что вызвало у меня такое желание. Она зацепит вас обаянием и динамикой, завлечет детективной интригой и влюбит в себя отменным юмором. Именно качественный юмор и душевность так отличают эту Дораму от множества других историй о полиции. Шутка ли, главный герой, детектив, пускает слезу во время допроса? Правда, он компенсирует это оперативной поимкой преступников, благодаря быстрому бегу, который у него развился, видимо, из-за постоянных опозданий. Это младшенький новичок в команде. Роль чувствительного копа Растяпы села на Токеру Сато, как Флитая, можно даже поверить, что он сам такой и есть. Что, конечно же, не так. Второй ярчайший персонаж Дорамы – опытный полицейский по кличке Аристократ. Его играет Ватабе Ацуро. Он считает, что детектив должен носить дорогие жакеты и стильные галстуки. Пьет только черный горький кофе, без сахара, под названием Аристократ. А еще это отец младшенького, ушедший из семьи. И теперь эти двое встретились в одном полицейском участке, спустя годы разлуки, обиды и чувства вины, и вынуждены налаживать отношения в качестве напарников. Налаживание дается непросто, но зато очень весело и непредсказуемо. Оказывается, совместные поиски и поимка преступников очень сближают. И оказывается, что у этих двоих больше общего, чем они думали. И, возможно, однажды горького черного кофе Аристократ перестанет хватать на двоих. Другие персонажи тоже все яркие и интересные, но эта парочка превосходна и держит на себе всю историю, заряжая кадр своей энергетикой. Аж искры сыпятся. Горькая кровь без преувеличений – идеальная криминальная комедия с детективной линией. Здесь мало саспенса и крови, самая сложная ситуация в итоге заканчивается хорошо, а самые опасные моменты разряжаются внезапным, но очень уместным юмором. Просто смотрите, улыбайтесь и наслаждайтесь невероятным дуэтом Такиро Сато и Ватабе Ацуро. И снова. И еще раз. А кто уже смотрел, делитесь впечатлениями в комментариях. Продолжение следует...